всем привет скоро новый год люди требуют салатов конечно сегодня мы будем делать новогодний салат но не оливье как вы могли подумать а мы сделаем авторский вкусный настоящий салат так сначала хурма хурма знаем что это самый новогодний фрукт потому что он как раз ноябрь-декабрь сезон многие люди любят и и ну и конечно же у меня дома она тоже всегда есть нарезаем кусочками хурму произвольными как вам нравится лучше брать хурму так который не вяжет я буду салат сразу собирать в принципе вы можете сделать его немного по-другому но в финале вы поймете что я имел ввиду и что-то захотите изменить пожалуйста меняйте потому что я вам даю основу а дальше вы уже делаете все по своему вкусу дальше пошли слабо соленые огурцы смотреть не сильно соленый а слабо самые вкусные свежие конечно очень яркие но им не достает той самой соли укропа которую используют для засолки слабо соленых огурцов огурцы никогда не помешают поэтому я парочку шинкану делаем все произвольно потому что это домашний салат новый год домашний праздник и поэтому салаты должны быть домашние огурцы порезали и сюда мы добавляем томат томаты можно взять вот такие вот черненькие как взял я можно взять томаты черри в общем любые томаты но самое главное чтобы они были вкусные томат режем произвольно его не должно быть очень много поэтому я буквально половинку томата порезал набросал уже получается красивая цветовая гамма бытует мнение что все салаты должны быть мелко нарезаны но мы же знаем и вы знаете что это все ложь и провокация есть ряд салатов которые можно мелко нарубить часть салатов мелко нарубить нельзя потому что если мы свежие овощи начинаем мелко рубить так делают в египте то из них выделяется очень много сока поэтому вареные овощи мы как в частности оливье мы можем нарезать помельче потому что из них сока никакого не выделяется не получается никакого супа вместо салата смотрите что мы делаем мандаринчики новый год же без них никуда мы их вот так вот разрезаем на половинки и пока что оставляем но обязательно должны использовать перец зимой очень много консервации которые довольно вкусно а вот овощи свежие которые есть у нас на рынке конечно проигрывают летним овощам поэтому миксуйте свежие овощи с той консервации которая была заготовлена летом в частности соленый перец цицак можно купить у грузинских тетушек я его использую очень часто в салатах потому что он дает реально такую кислинку классную чтобы вы не подумали что у меня будет фруктовый овощной салат я туда обязательно добавлю курицу смотрите я вчера для себя жарил курицу на ужин потом я ее оставил в холодильнике она замерзла если вы не хотите заморачиваться вы можете просто купить курицу гриль она стоит недорого и получится очень много салата вот а можете прям целенаправленно пожарить ее и оставить на ночь в холодильнике для того чтобы она остыла остывшую курицу лучше резать поэтому мы ее нарезаем произвольными кусочками не очень крупными и отправляем в салат в салат в салат потому что все-таки как скажут многие мужчины какого фига вы кормите меня травой дайте мне мясо вот мясо обязательно нужно использовать в приготовлении салат мы можем использовать также здесь и жареную говядину например остался стейк после вчерашнего рост биф очень неплохо получится но вы знаете я думал весь вечер вчера и решил что с курицей будет вкуснее особенно жареная с чесночком класс дальше остались нюансы перец надо надо немного перца обязательно соль чуточку и у меня здесь есть вот такая штука смотрите что я сделал я взял луковицу крупно порубил ее и на сильно раскаленной сковороде обжарил буквально но не соврать наверное минуту одну для того чтобы лук слегка по краям карамелизовался но ни в коем случае не приготовился он полусырой задача обжарки убить луковый вкус лук раскидываем сюда на салат так когда мы вложили лук теперь добавляем соус я добавляю сюда соус который мы сделали в этом рецепте но если вы решили сделать какой-то другой соус то конечно же можете это сделать можно заправить этот салат майонезом это тот соус который любят очень очень много наших коллег друзей и родственников можно добавить растительное масло оливковое масло и не забываем что у нас остался мандарин который такие и украшает наш салат это вот украсили салат мандарином листочки мяты добавляем немножко потому что зимой хочется всего такого свежего и яркого по вкусу обязательно добавляем листочки базилика как мы без базилика будем жить зимой никак новый год мандарины базилик это лучшее сочетание теперь обязательно нам нужно взять на супер ножницы порезать вот так вот крупно кинзу если не любите кинзу добавьте туда какую угодно зелень просто я фанатею от кинзы считаю что кинза должна быть вообще в любом блюде в любом салате меня поддержат многие но многие со мной будут не согласны и так мы взяли сюда немножко кинзы разбросали ее как попало чтобы было все по праздничному красиво и конечно же обязательно укроп ну как человеческая натура живущая в россии обойдется без укропа никак поэтому берем укроп и добавляем наш салат большое количество зелени превратит ваш дом в ароматное в ароматную теплицу и конечно же с удовольствием этот салат попробуют ваши гости и обрадуются скажут как нам не хватает лето потому что лето будет в вашей тарелке с мандаринами у каждого россиянина ассоциируется новый год поэтому я думаю что мой салат с мандаринами как раз придется к вашему столу с наступающим новым годом